Многим сейчас не совсем понятно, что происходит на пульсе от мэйл, ну то есть мнения разнятся. Одни говорят, что там в принципе все как было, так и осталось, другие говорят, что после привлечения многих новых авторов, а как вы знаете, там была реферальная программа, за которую начисляли 3000 рублей за каждого, кто прошел одобрение и получил монетизацию, так вот, говорят, что после этого доходы сильно упали, ну из-за конкуренции, так ли это на самом деле или не так, могу вам показать свой личный пример. Итак, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. В общем-то, в курсе вы или не в курсе, но я натыкался в сети на такое мнение, которое передается из уст в уста, может быть вы на другой какой-то натыкались, но мне говорят, что где-то на пульсе за 1000 дочитываний платят примерно 40 рублей. Я, кстати, когда увидел эти цифры, то очень сильно удивился, потому что у меня, ну совсем по-другому. На Дзене, да, примерно такие цифры и остались, то есть они вначале такими были, такие и остались сейчас. На пульсе я вам покажу, как у меня. Давайте посмотрим и дочитки, и показы, и, в общем-то, доход. Поехали! Ну, собственно, вот у нас личный кабинет, статистика открыта за 7 дней у нас на вкладке читателей. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Ну, то есть последняя неделя, сегодня у нас воскресенье, 9 970 читателей, 11 891 читатель, потом 17 701 читатель, 19 000, 19 000, 19 000 и в понедельник у нас 20 000 читателей. Если смотреть по просмотрам, то будет немного другая статистика, потому что, ну, читатели, они могут переходить с одной статьи на другую, и просмотров будет, естественно, больше. Ну, то есть смотрим, 28 000, 26 000, 26, 26, 25, ну, и здесь суббота-воскресенье 17, и сегодня еще неполный день 14 000. По доходу выручка у нас за неделю 12 773 рубля 58 копеек. Ну, давайте посмотрим, поскольку приходит, то есть 2000 рублей, 2000 рублей, 2000 рублей, 2293 рубля, 2010 рублей, 1407, ну, потому что выходные сегодня еще не посчитало, 862 рубля в воскресенье. В принципе, CTR все понятно, 6 19 средний CTR, дочитываемость 83%. Ну, будет правильно посмотреть еще статистику за 30 дней, То есть смотрим, 30 дней у нас 49 818 рублей. Опять же, если смотреть, что у нас здесь, пики какие были, то есть у нас вот 2657 за этот месяц максималка была, и вот совсем недавно 2293 рубля. В основном были проседания, конечно, опять суббота-воскресенье, как я уже говорил, вот суббота 1241, воскресенье 1312. Ну, и тут везде так вот, суббота-воскресенье 1130, 911, 1276, 1351. Это у нас, напоминаю, канал по истории, воскресенье еще не посчитало. Ну, и месяц до конца еще не прошел, если посмотреть у нас сейчас баланс, то у нас получается, что выручка за июнь 52 443 рубля, но здесь, если смотреть за месяц, то указана выручка 49 000 рублей 818. Это связано с тем, что в статистике еще указан не полный месяц, а здесь меньше, потому что у меня доход с двух каналов. Давайте переключимся на первый канал, посмотрим. То есть у нас здесь месячный доход со второго канала про фильмы 11 032 рубля, был прям один вот скачок в 1108 рублей, в остальные дни у нас здесь приходит 585 рублей, 535 рублей, 507 рублей, 370 рублей. Ну вот, суббота-воскресенье вот здесь вообще было там 5 июня и 6 июня, у нас 195 и 173. Это отсылка к тем, кто жалуется, что у них очень мало приходит. Ну вот здесь тоже мало приходит, ну иногда вот бывают такие всплески. То есть в зависимости от статей у вас может канал выстрелить от 173 рублей до 1108 рублей. Ну будет интересно посмотреть, кстати, в этот день статистику, сколько у нас было показов просмотров. Вот вторник, 22 июня, 1108. Давайте посмотрим. Просмотры 9000. То есть у нас получается, что за 9000 мы получили 1000 рублей. В этот день реклама стоила, получается где-то по 100 рублей. Ну то есть за 9000 просмотров, причем это даже не читатели, если читатели и посмотреть, то тут 7000. Это получается, что за, ну пусть даже за просмотры будем считать, получается, что больше 100 рублей платили за рекламу за 1000 просмотров. Ну если вот так пересчитывать. В остальные дни, конечно, не так. Даже взять вот среду, следующий день 528 рублей. И если посмотреть по просмотрам следующий день, тут 6500, ну где-то 6593. Уже меньше 100 рублей, но в принципе на том же уровне где-то находится. Здесь просто еще вот и просмотры, конечно, выросли. В результате с одной статьи. Если смотреть период за неделю на этом канале, то у нас где-то 3789 рублей. Ну давайте покажу вам. То есть 256 сегодня не посчитал, но суббота-воскресенье, как я говорил и постоянно повторяю, проседает у нас статистика. Здесь 328 рублей, 535 рублей, 585 рублей, 528 рублей. Ну и вот вторник 1108, и до этого было 446 рублей. По просмотрам тоже все понятно. Я показывал 9000, сегодня у нас уже 4318. Ну то есть можно прикинуть, что где-то примерно будет 500 рублей, если за это время не вырастет. На этом канале про фильмы у нас средний CTR намного ниже. 1,53%, дочитываемость 79%. Ну в остальном, конечно, читатели, ну тут примерно похожие результаты будут. 6000, 7000. Месячный доход, как я уже показал, 11000. По просмотрам резких скачков вот единственные 9030. Ну и в целом тут типичные проседания суббота-воскресенье тоже видны. Вот они, суббота-воскресенье. Здесь, конечно, вот субботы на воскресенье был небольшой всплеск, но в целом картина это не меняет. Если посмотреть баланс, то мне тут пришел еще приятный такой бонус в размере 3000, потому что одному человеку, которому я дал инвайт, его одобрили. Но если кто не знает, то на тот период, когда вот эта акция была, что приведи друга, если вам одобряли кого-то, то давали 3000. У меня одобрили всего одного человека, и вот за него мне начислили 3000 рублей. Они ушли в текущий баланс, когда вот эти деньги перечислятся вот сюда, то вот эти 3000 приплюсуются к 52. То есть на данный момент получается, что у меня где-то 55 тысяч заработок за этот месяц, но месяц еще не кончился. Сегодня у нас 27 число, у нас еще есть 3 дня, но в целом я думаю за месяц где-то получится заработать около 60 тысяч. По сравнению с предыдущими месяцами это, конечно, меньше, чем обычно, хотя нет, вот реклама за февраль у меня была 63 тысячи. Хотя тут у меня получилось вывести сразу за 2 месяца, потому что это был неполный. Получилось, что вот эти 63 были плюс 21, и там 85 тысяч с чем-то было. Потом было 87, 66 я выводил, 1072, и вот в этом месяце, ну где-то за 60, я думаю, придет 1000. Так что сказать, что прям что-то кардинально поменялось, ну я не могу. Бывает, конечно, такое, что какие-то статьи выстреливают, и это влияет очень сильно на статистику. Ну вот давайте я вам даже покажу, было у меня такое. Здесь, если сейчас переключить на месячную статистику, то вот в старом графике показано, что в аналогичный период, 24 мая, у меня было 84 321 просмотр. Это по деньгам у нас получалось, что мне пришло 6463 рубля. Эти 6463, я про них отдельное видео снимал, как бы в подсказках его прикреплю, посмотрите. Там рассказываю более подробно об этом. Вот. Понятное дело, что это только мой личный пример. У других эти показатели могут очень сильно отличаться. Как в большую сторону, так и в меньшую сторону. Я думаю, у тех, кто ведет другие каналы, там и выше меня в рейтинге, у них, конечно, там цифры другие совсем, и в лучшую сторону. Вот те люди, которые пишут в сети, что 40 рублей, наверное, у них 40 рублей им и платят. Понятное дело, что никакой вот за 1000 дочитываний столько-то платят или столько-то, нет у этого. Есть какой-то усредненный показатель, который высчитывают сами авторы. На самом деле, этот показатель зависит от того, насколько дорогая реклама у вас на канале. Вернее, даже реклама настолько дорогая, насколько платежеспособна ваша аудитория. Если это там канал про компьютерные игры, ну, об этом я много раз говорил, канал про компьютерные игры, то и аудитория у вас, собственно, там, ну, допустим, школьники, которые играют в эти компьютерные игры. Не все школьники играют в компьютерные игры, играют в это еще и взрослые, но, тем не менее, предположим, усредненно, так вот образно скажем, эти вот школьники играют в компьютерные игры, им показывается реклама каких-нибудь других компьютерных игр или каких-то девайсов для школьников, у которых нет денег, скажем так, и поэтому реклама оставляется не очень дорогая. Если вас читают платежеспособные бизнесмены, то и им, собственно, реклама соответствующая вставляется. И когда они кликают по этой рекламе, вам начисляется больше денег. Причем не вся реклама, как многие считают ошибочно, она идет за клики, некоторая реклама идет за показы. То есть там даже в директе, даже когда рекламщик настраивает эту рекламу, рекламную кампанию, то у него есть выбор настроить за клики и за показы, в зависимости от того, что он выставит. Так что если по вашей рекламе никто не кликает, это не значит, что вы не будете получать доход, будете, но другой, есть разная реклама. Так что на данный момент я не могу сказать, что показатели сильно просели, они периодически то проседают, то поднимаются, но это так было в Яндекс.Зене, это так происходит на пульсе, это даже не связано с конкуренцией, это скорее связано с сезонностью, то есть в начале месяца проседает, в конце месяца поднимается, ну то есть доход. Видимо, потому что рекламодатели закладывают новые бюджеты, да и сам пульс, когда я у него спрашивал пару раз об этом, говорил, что вот такая вот ситуация, что иногда там какой-то период, какие-то праздники, зависит от того, как вот компании настраивают свои рекламные компании. Понятное дело, что в дальнейшем количество авторов на пульсе будет только расти, и понятное дело, что возможно со временем там будет существенное проседание по этим самым доходам. Сейчас я бы не сказал, что оно прям существенное, если там у кого-то сильно упало, то не факт, что это произошло именно из-за того, что стало больше авторов. Хотя не буду утверждать, потому что возможно в его нише как раз конкуренция сильно увеличилась. Не все ниши конкурентные, возможно вам удастся придумать что-то такое свое уникальное, и вы, скажем так, порвете всех остальных, и займете свое достойное место, возможно даже первое среди всех авторов. Но это не так просто сделать, как вы понимаете. Вот. Тут ответ-то довольно простой. Чтобы зарабатывать деньги на пульсе и на дзене, и хоть где угодно, нужно, чтобы вас читали или смотрели. Если смотрят и читают, все отлично. Будут вам вставлять и дорогую рекламу, будут и платить деньги. А чтобы это произошло, нужно писать не для роботов, а для людей. Ну и естественно правила не нарушать. Вот. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok